Соревнования по стрельбе и экскурсии. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов принимали у себя в гостях кадетов юридического колледжа. Возможно, в будущем кто-то из молодых людей выберет службу именно в этом правоохранительном ведомстве. Сразу видно, как обращаться с пневматическим оружием. Кадеты знают. И девушки не исключение. Тем не менее, сотрудники управления провели для ребят инструктаж и рассказали о правилах безопасности. Юные снайперы показали хорошую меткость. Дмитрий Афанасьев набрал 29 очков. Отработать упражнения стабильно ему помогли тренировки. Учил себя самостоятельно, где приходилось. Дома тоже винтовка имеется. Много раз стрелял. Но длину очков, я думаю, это нелегкое дело. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки – часть военно-патриотического мероприятия. Также для кадетов юридического колледжа провели экскурсию в музее службы судебных приставов. Он работает с 2009 года. Сегодня здесь открыты две экспозиции, посвященные истории службы и 70-летию победы. Важная часть выставки – это личные вещи, которые были найдены на местах сражения. Вот уже в течение нескольких лет сотрудники управления принимают участие в вахте памяти. Сегодня задача правоохранительных органов и силовых структур – напоминать молодежи о подвиге советского народа. Мы рассказываем о тех тяжелейших боях, о тех потерях, которые потерял наш народ. Ну и в том числе мы рассказываем о героях вятской земле, о том, что у нас три маршала победы было, и мы гордимся этими маршалами победы. Рассказываем о том, что сколько наших вятичей ушло на фронта Великой Отечественной войны, и сколько из них сложили голову для того, чтобы Россия осталась как целостное, единое государство. Поэтому вот на сегодняшний день мы проводим второе уже мероприятие. В планах также встречи с ветеранами и тружениками тыла, конкурс рисунков и зачинений на тему «Великая Отечественная война в моей семье», концерт для ветеранов с участием детей сотрудников службы судебных приставов. Милана Поварница, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.